Здравствуйте! В эфире программа «Второе дыхание» Программа о спорте, спортсменах и спортивном образе жизни На неделе Рязань посетил главный тренер российской сборной подзюдо Эцио Гамбо С его приходом наши дзюдоисты по общему числу медалей выиграли олимпийский турнир подзюдо Набрав медали больше, чем родоначальники этого вида единоборства японцы О том, что рассказал Гамбо юным рязанским борцам, смотрите далее Встречали главного тренера сборной России подзюдо на самом высоком уровне Визит начался с официальной встречи Эцио Гамбо с представителями региональной власти, именитыми спортсменами и тренерами Эцио Гамбо поблагодарил правительство Рязанской области за внимание к дзюдо И в своем выступлении сказал, что в Рязани тренируются сейчас сильнейшие в мире спортсмены Это бронзовый призер Олимпиады в Лондоне Иван Нифонтов и серебряный призер чемпионата мира Михаил Пуляев У них есть все шансы завоевать медали и на следующей летней Олимпиаде, отметил главный тренер сборной страны И также Эцио Гамбо пожелал и дальше развивать материально-техническую базу для занятий дзюдо юным и начинающим спортсменом Кстати, по планам через пару лет в Рязани должен появиться центр единоборств И дзюдо там будет представлено наряду с другими контактными видами спорта Он очень часто ездит, чтобы получать какие-то новые эмоции Это что-то для него должно быть То есть он сказал, что да, у вас прекрасная школа, у вас прекрасные руководители, у вас прекрасные тренеры, у вас прекрасные спортсмены, работайте дальше То есть для нас этого достаточно Зачастую важно понимать, что ты делаешь все правильно и продолжать просто в том же направлении Так сложилось, что с приходом его в сборную у меня начался мировой, так скажем, результат Я выиграл чемпионат мира и Европу, Олимпийские игры, бронзовую медаль завоевал В общем, все под его руководством и, не знаю, другого старшего тренера я не представляю Можно сказать, что Эцио Гамбо всю свою жизнь посвятил дзюдо Гамбо в качестве спортсмена участвовал в четырех подряд олимпиадах с 1976 по 1988 годы На играх 1980 года в Москве он победил в категории до 71 килограмма, одолев в финале британца Нила Адамса На играх 1984 года в той же категории Гамбо в финале проиграл корейцу Ан Бен Гыну Эцио Гамбо также занял второе место на чемпионате мира 1979 года, выиграл чемпионат Европы 1982 года и занял второе место на чемпионате Европы 1979 года На тренерском поприще он проявил себя также весьма достойно Тренировал национальную сборную Италии под дзюдо, а 12 ноября 2008 года был назначен главным тренером мужской сборной России Именно с приходом Эцио Гамбо наша команда преобразилась Он сумел в кратчайший срок поменять полностью состав сборной, изменил тренировочные подходы И создал, по мнению всех членов российской сборной, прекрасную творческую рабочую атмосферу Все это в комплексе дало отменный результат В турнире под дзюдо на 30-х летних Олимпийских играх были разыграны 14 комплектов наград По 7 у мужчин и у женщин И соревнования ознаменовались историческим прорывом российских атлетов До этого за всю историю ни одному из наших дзюдоистов не удавалось стать олимпийским чемпионом Однако в Лондоне в 2012 году россияне завоевали сразу 5 медалей, возглавив медальный зачет в данном виде спорта Арсен Галстян, Мансур Исаев, Тагир Хайбулаев завоевали золотые награды Александр Михайлин – серебро, а рязанец Иван Нифонтов взял бронзу Такого в истории еще никому, даже японцам, не удавалось сделать На самом деле Эцио Гамбо для России стал намного больше У нас зачастую не знают более статусных менеджеров Или более статусных президентов федерации, чем Эцио Гамбо Эцио Гамбо получил свою популярность после Олимпиады Завоевав три золотые медали, что не было никогда в жизни То есть это был огромный успех Поэтому, конечно, я думаю, что это даст толчок к развитию Это даст толчок к тому, чтобы дети тренировались Это говорит о том, что мы достойны внимания, значит, мы очень сильны Он внес разнообразие в тренировочный процесс Потому что, когда я первый раз встретился, я даже не знал, что, в принципе, можно так работать Он для большого количества спортсменов, он может найти работу, чтобы все работали И вот он своей работоспособностью, он заряжает людей Просто, знаете, как аккумулятор Вот подошел к нему и зарядился, и дальше тренируешься и тренируешься В ходе своего визита в Рязань главный тренер сборной России Пудзюдо Эцио Гамбо провел мастер-класс с молодыми воспитанниками спортшколы «Комета» Помогали ему заниматься с ребятами титулованные спортсмены Иван Нифонтов и Михаил Пуляев Мне очень понравилось встретиться с Иваном Нифонтов и Михаил Пуляев Они очень интересные и натренированные А Эцио Гамбо тебе как? Тоже, так же Кстати, за выдающиеся достижения, не в пример другому итальянскому тренеру Фабио Капелло Эцио Гамбо получил Российский Орден Дружбы История рязанского дзюдо началась в далеком 1978 году Когда на базе школы милиции были созданы первые группы под дзюдо для детей и подростков города И открыто отделение дзюдо на базе дюж номер один В 1990 году для развития дзюдо по приглашению Рязанской областной федерации Приезжает тренер-преподаватель Еремин Леонид Федорович и его ученик Губанов Василий Николаевич С этого момента и начался взлет рязанского дзюдо на международном татаме Наши спортсмены регулярно входят в сборную страны и участвуют в крупных представительных турнирах Например, в начале апреля в Тюмени прошло первенство России под дзюдо Это главный молодежный турнир среди ближайшего резерва сборной страны Рязань представляли четверо спортсменов В отличие от мужской части команды порадовали своих болельщиков именно девушки-дзюдоистки Воспитанницы дюшер-комета Анаит Аршакян и Надежда Ромашкова стали призерами, завоевав бронзовые награды Завоевать, конечно, всегда очень сложно Мы год готовимся к этому турниру Сначала отбираемся на первенство России И так как я последний год до 23-х борюсь Это было очень сложно и ответственно, наверное, скорее всего Ну, главное было в пятерку, ну, в сборную России попасть Конечно, лучше, вот результат, третье место Боролась в шесть схваток Сложные были каждая сама по себе Сложные, но самое тяжелое, я думаю, все-таки за третье место У нас была такая жеребьевка, то, что у меня досталась самая такая тяжелая подгруппа Все самые сильные соперницы И первую схватку я попала на девочку старше меня Ну, на три года она старше меня И я ей проиграла первую схватку, ну, с небольшой проигранной оценкой Юка Вот, и поэтому, чтобы дальше как-то продвигаться Мне надо было, чтобы она прошла до полуфинала Тогда я только буду утешаться Ну, она проходит до полуфинала Я утешаюсь, прошла три утешительных встречи И потом самое, ну, наверное, сложное Это, конечно, за третье место Надо было настроиться, собраться Выиграть не просто, чтобы выиграть, а красиво выиграть, достойно Чтобы потом все гордились, порадовать своих тренеров Теперь рязанские дзюдоистки вошли в состав сборной страны И у них появилась возможность поучаствовать в международных соревнованиях Теперь у нас дзюдо так, что кто попал в сборную Им дают три международных турнира, по которым они набирают рейтинг И на первенство Европы, на первенство мира Еще не факт поедет первый или второй номер, может быть, поехать и третий Так что наша задача сейчас готовиться к международным турнирам Потому что за границей другая борьба Не каждый спортсмен, кто борется здесь, в стране, хорошо может себя показать там И есть все шансы у наших девочек все-таки попасть в сборную и на Европу В сборную выступить на первенство Европы По словам тренеров, те спортсмены, которые входят в элиту российского дзюдо Большую часть года проводят в тренировочном лагере в Анапе В Рязани они бывают нечасто Впрочем, на этот раз в комете тренировались сразу два сборника Мастер спорта тяжеловес Андрей Волков И бронзовый призер Олимпиады в Лондоне в категории до 81 килограмма Иван Нифонтов Из-за травмы и операции он провел почти 8 месяцев без борьбы Сейчас, по его словам, он готовится к очередному олимпийскому циклу На самом деле форму набираю, в принципе, наверное, уже на 95-90% в полную силу работаю В ближайшее время мы готовимся подобрать такой всероссийский, наверное, какой-нибудь турнир, чтобы отбороться, просто провериться Потому что 8 месяцев не боролся А вообще планы, получается, с лета начинается олимпийский рейтинг И начать набирать очки к Рио Так что цель набрать как можно больше очков и попасть в Рио-де-Жанейро История дзюдо насчитывает уже почти полтора века В 1882 году в токийском буддийском храме Эйсёдзе Молодой японец Дзигора Кана основал школу под названием Кадакан Сам мастер говорил, что дзюдо – это стиль жизни и состояние души Это мысль и творчество Занимаясь только техникой, забываешь о сущности Черный пояс – это результат совершенствования техники, но еще не факт совершенствования души Дзюдо было сформировано на основе древней системы ведения борьбы без оружия дзюдзюцу или искусства мягкости Мастера дзюдзюцу отличались не столько физической силой, сколько удивительной ловкостью тела Поэтому сейчас в секцию под дзюдо тренера набирают совсем юных ребят Когда дети приходят, они не начинают сразу бороться, они не начинают сразу делать броски У них очень много подготовительных, они год, два, три Где-то самые простые элементы борьбы, где малая вероятность получения травмы Больше люди могут получить травму на улице, упал, потнулся на велосипеде А когда ребенок пришел заниматься, мы их учим падать Мы их физически развиваем Наоборот, дети развиваются физически У нас хороший коллектив И от этого только, я думаю, у них и в школе даже лучше учеба идет Ну и для родителей, когда ребенок занимается в спортивной школе Олимпийской резервой Когда она известна, когда у нас есть наши чемпионы, на кого можно бороться Например, в такой школе, я думаю, любой родитель должен отдать ребенку и не должны сомневаться Так же, как практически и в любом другом виде борьбы, дзюдо могут заниматься и девушки Надо сказать, что современное дзюдо, как и многие виды восточных единоборств, развивается по двум направлениям Это традиционное, представленное кадокан дзюдо и рядом других школ А также спортивное, которое входит в программу Олимпийских игр Если в спортивном дзюдо большой акцент делается именно на соревновательную составляющую То в традиционном внимание уделяется способам самообороны и философии Также надо сказать, что техника дзюдо была положена в основу современных стилей единоборств В том числе самбо, бразильского джиу-джитсу и айкидо Однако популярность мягкого искусства от этого меньше не становится Так, в различных спортшколах Рязани и области дзюдо занимается около 3000 человек Занятия со спортсменами ведут 30 тренеров Половина из которых высшей категории и 3 заслуженных тренера России При этом более 65 спортсменов сборной области участвуют во всероссийских и международных соревнованиях На которых этим воспитанникам рязанского дзюдо за последние 5 лет удалось заполучить 12 золотых, 7 серебряных и 12 бронзовых медалей Рязанский шахматист Дмитрий Андрейкин сохранил за собой 18 место в мировом рейтинге Согласно недавно опубликованной информации на сайте Международной федерации шахмат Рязанский гроссмейстер по-прежнему имеет рейтинга 2737 пунктов Напомним, что и показатели и позиции в рейтинге являются рекордными в карьере Андрейкина Среди российских шахматистов рязанец идет пятым Рязанский шахматист Дмитрий Андрейкин выиграл гран-при, проходившим в Ташкенте При этом не потерпев ни одного поражения По итогам соревнования наш шахматист набрал 7 очков из 11 возможных, одержав 3 победы при 8 ничьих Сейчас Дмитрий Андрейкин является одним из сильнейших гроссмейстеров нашей страны Он имеет довольно внушительный послужной список в юношеских и молодежных шахматах Это и победа на первенствах мира, чемпионатах России, а также он становился многократно призером крупных международных турниров Играть в шахматы Дмитрий научился довольно рано Уже в 5 лет пришел на секцию во дворец пионеров к известному тренеру и большому популяризатору шахмат Виктору Александровичу Пожарскому И уже под руководством этого знаменитого рязанского мастера стал демонстрировать высокие спортивные результаты Мне повезло, я попал к хорошему тренеру Виктору Александровичу Пожарскому Мы с ним какое-то время занимались во дворце, после чего он разглядел во мне талант И мы перешли на индивидуальные занятия Он приезжал к нам домой, мы достаточно много времени проводились за шахматами То есть я так навскидку скажу, что у меня в детстве было два увлечения, это футбол и шахматы То есть я выходил, у нас был очень спортивный двор такой, мы с мальчишками много времени проводили на футбольном поле И в свободное время дома я занимался шахматами То есть меня как-то школа не так сильно вдохновляла Вот, поэтому достаточно быстро удалось добиться первых успехов В 99-м году в Испании я стал чемпионом мира до 10 лет И это, наверное, повлияло на дальнейший рост, на дальнейшее желание заниматься шахматами Потому что, ну, в любом случае успехи они вдохновляют Вот, и как-то так пошло-поехало Последние несколько лет Дмитрий Андрейкин учился в Саратовском госуниверситете, где жил и тренировался Но буквально пару месяцев назад он вернулся в Рязань Во-первых, университет еще не закончил, у меня еще магистратура, там пару лет осталось Почему я пока что заочно учусь Но вот месяца три назад я переехал в Рязань с женой, с ребенком Поэтому пока что да, пока что мы живем в Рязани Заниматься все тем же, то есть, во-первых, растить дочку Уделять время семье, а во-вторых, ну, продолжать играть в шахматы Сейчас Дмитрий Андрейкин после своей победы на престижном гран-при в Ташкенте Планирует немного отдохнуть, чтобы уже в феврале побороться за призы на следующем турнире из этой престижной серии И на этом на сегодня все Будьте спортивными и здоровыми И пусть всегда у вас открывается второе дыхание Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok